Где работает мой дедушка, это всегда было загадкой. Мама говорила, что когда она была маленькой, все было точно так же. Дедушка долгое время не бывал дома. Но каждый раз, когда он возвращался, он привозил с собой модель ракеты, клал ее в стеклянную коробку и потом закрывал. Наконец, когда мне было 10 лет, дедушка впервые достал ключ и рассказал, какое было дело с самым крутым в его жизни. Это было строительство ракет. Освоение космоса началось тогда с нуля. Я являюсь свидетелем многих открытий в космической отрасли Китая. Знаю, как она развивалась от истоков до настоящего времени. После окончания университета я участвовал в разработке ракеты. В то время не было компьютеров. Чтобы рассчитать траекторию, мы посменно, без остановки, весь день размахивали калькуляторами. На вычисление у нас ушло более двух месяцев. В ракете недоставало деталей. И таймер настраивался с помощью секундной стрелки в часах. В то время старая стартовая площадка была построена на песчаной отмеле. Условия были очень тяжелыми. Временный командный пункт был сооружен из мешков с соломой. Там не было средств связи. Любую информацию передавали сами люди. Главнокомандующий кричал и жестикулировал, отдавая приказы один за другим. Не имея топливной надувной установки, мы использовали велосипедный насос для повышения давления воздуха. Несмотря на сложные условия, мы сделали все возможное, чтобы тщательно проверить каждую деталь. Мы провели множество испытаний на земле, чтобы в небе потом у нас не возникло ни одной проблемы. Все бесконечные усилия в день запуска были вознаграждены сполна. Ракета поднялась в воздух и благополучно отправилась в небо. То, о чем мы постоянно и день, и ночь думали, наконец-то стало реальностью. Оказывается, что работать тогда было очень тяжело. Потом маме стало попроще. Она уже смогла позвонить мне из космоса. Она представитель нового поколения тайконавтов. Быть ими не так просто. Мама каждый день работает ради полета в небо. О всех трудностях подготовки я узнал из ее дневника. Я выросла в атмосфере, насквозь пронизанной космосом. С детства, надеясь быть ближе к небу и усердно трудясь, постепенно стала пилотом. Когда в Китае объявили набор женщин-тайконавтов, я сразу же записалась в ряды желающих. К счастью, прошла отбор на всех уровнях и вошла в команду, чтобы стать тайконавтом, нужно постоянно учиться и тренироваться. У них нет выходных. Им нужно постоянно изучать аэрокосмическую теорию. Нужно учиться адаптироваться к различным состояниям окружающей среды. Некоторые из них разработаны специально для условий космоса. Когда тренировки проходят в имитированной невесомости, спецодежда весит более 160 килограммов, и одеваясь в нее, каждый раз приходится тратить более часа. Когда опускаешься на глубину больше 10 метров, там трудно взять какую-то вещь. Притом и одежда тяжелая, и давление воздуха очень большое. После тренировки болит все тело так, что даже не можешь держать палочки для еды. Каждый раз после таких упражнений я худею на 2-2,5 килограмма. Бывают также и силовые тренировки на выносливость. Это как будто на вас давит в 8-кратном весе вашего тела. Ребра опускаются на несколько сантиметров вниз, и из глаз льются слезы. Но я думаю, что эти усилия того стоят. Когда открывается люк и выходишь в открытый космос, перед вами появляется голубая земля и необъятная вселенная. Вы слышите слова «Пекин понял». Возможно, это и есть тот самый момент реализации мечты Тайканавта. Мама говорит, что работа в космосе – как точные часы. Их успешное функционирование является результатом превосходного взаимодействия тысячи деталей. Каждый Тайканавт – это винтик. Хотя все больше всего следят за деятельностью Тайканавтов, но не будет на земле дяди и тети таких, как дедушка, который усердно трудится, Тайканавты бы никогда не смогли попасть в небо. Когда я вырасту, я тоже хочу стать Тайканавтом, как дедушка и мама, чтобы иметь возможность путешествовать в космосе и исследовать красивые и таинственные планеты, оказаться на космической станции и осуществить мечту созерцать звезды. Шэнчжоу летит на небо. Бэйдоу определяет местонахождение, Чаньы исследует Луну, а Тяньвэн изучает Красную планету. Кажется, что все знаменательные моменты истории произошли только вчера. Более 60 лет назад мы начали с нуля. Усилия поколений Тайканавтов и достижения ими целей на каждом этапе наполнены историями о мечтах и мудрости, стремлениях к успехам и проявлении мужества. Мы построили лестницу, которая тянется вверх и проложили китайцам путь к реализации их мечты. Китайская космическая станция Тяньку в конечном итоге станет новой отправной точкой для исследования Вселенной. Она будет космическим домом для всего человечества. Человечество находится все ближе и ближе к реализации общей мечты о полете в космос. Субтитры создавал DimaTorzok